здравствуйте приветствую вас сейчас отвезла максима в гости к его другу а сама возвращаюсь удивительно как бывает переплетаются наши дорожки что вот мы в одессе они дружили ходили друг другу в гости и когда мы приехали в германию с ним созвонился и оказался что его город от нашего вот на автобусе в часе езды а на машине 30 минут здесь конечно если ты едешь на общественном транспорте ты можешь потратить намного больше времени чем если ты едешь на машине потому что машина едет по автобану автобусы они проезжают через эти деревушки через города которые встречаются и там но может занимать намного больше времени ну вот для примера я встретилась тоже со знакомой говорю вот мы были в нидерландах замок арсен такие сады красивые от нас на машине 30 минут она забивает как добраться на общественном транспорте и вот практически тоже расстояние показывает что нужно ехать три с половиной часа то есть это уже ты с пересадками по какой-то окружной дороге добираешься поэтому если у тебя здесь есть личный автомобиль то тебе все дороги открыты и ты можешь быстро доехать куда-то не просто в другой город а даже в другую страну вот в париж ночь ехать например ну вот или день нидерланды а если конечно автобусами или электричкой то ты потратишь намного больше времени и даже денег ну если не покупать проездной и вот германии конечно не так нидерландах но тоже распространенные велосипеды и людям быстрее доехать на велосипеде чем даже общественном транспорте или взять свою машину это дороже потому что бензин поэтому даже те у кого есть машины они иногда предпочитают белый транспорт вот сейчас мы проезжаем по дороге между городами эти не все такое серое есть зеленые поля не были засеяны и это кукурузы какие-то рапсом но каждый год какая-то культура которая засеивается она меняется дома по дороге встречаются все красивые ухоженные это не какой-то отдельный район это вот такие обычные повседневные дороги дома районы например как у нас у нас есть элитные районы где очень красивые двухэтажные трехэтажные ухоженные дома вот а есть районы такие по скромнее по бюджет не то есть сейчас мы проезжаем это практически такая вот типичная картинка еще хотелось бы рассказать мы недавно были в гостях очень мне нравится посещать гостей потому что в каждом доме в котором ты приходишь он абсолютно разный внутри разная планировка разный декор абсолютно какая-то нетипичная разная мебель какие-то ну естественно там кровать шкаф это ясно но вот какие-то буфеты какие-то столы какие-то подсвечники ночники и лампы бра большой красивый собор нам по пути встретился и любит украшать элементами декора как вокруг дома возле дома там на крыльце так и внутри дома и вот эти скошенные крыши они тоже так придают такую как бы изюминку и вот уже мы были в гостях в таком большом двухэтажном доме светлым красивым декорированным но при этом абсолютно без какого-то либо пафоса а вот такая простая жизнь если можно так сказать при том что дома большой красивый дорогой вот внутри нет такой какой-то роскоши кричащий а есть уют тепло такого вот атмосфером атмосферу домашней такой жизни повседневной вот сегодня пока отводила максима в гости к его другу мне тоже пригласили у них квартира в центре города и тоже под крышей как бы скошенные скошенный потолок тоже очень уютно красиво светло но так как они живут в центре города это конечно немного другая жизнь более такая динамичная города здесь очень разные есть побольше поменьше всего в германии таких маленьких городков около полторы тысячи еще хотела рассказать что пока мы здесь находимся мы конечно попадаем на какие-то праздники что-то происходит поэтому я так кусочками снимаю но вот в целое видео решил оформить вот в этой работе поэтому потом после нашей дороги вы увидите как мы прошлись по ночному городу это был праздник святого мартина узнали мы об этом празднике даже за несколько дней и как получилось нам позвонили в звонок мы открываем двери и человек представился что он выдает приглашение на праздник святого мартина и при этом собирает пожертвования но мы конечно как-то не очень поняли потому что мы никогда с этим не сталкивались мы записали сколько у нас есть деток он нам выдал приглашение и мы начали ждать этого праздника вот традиционно этот праздник европе отмечают 11 ноября это праздник мартина турского жившего в стародавние времена а именно в четвертом веке римский солдат ставший позже священником про него существует такая легенда однажды зимой во время страшной метели солдат мартина ехал верхом на белом коне и повстречал раздетого нищего дрожащего от холода служивший вынул меч разрубил им свой форменный плащ и отдал половину замерзающему бедняку на следующую ночь после случившегося мартина привиделся сон перед ним явился иисус христос завернутый в половину того плаща и сказал ты сделал добро для брата моего значит сделал добро для меня мартина ставил военную службу и посвятил себя служению бога впоследствии он стал покровителем всех нищих а за свою доброту и забуду о бедных на был назван милостивым этот праздник отмечают не только католики но и протестанты а также те кто вообще не относит себя ни к одной из конфессий взрослые жарят гуся дети важно шествуются светящимися фонариками а чествуют при этом доброту и милосердие и вот непременный атрибут дня святого мартина это собственноручно сделанные бумажные фонарики фонарики сделаны из папье-маше они светятся изнутри потому что в них не вставляют небольшие свечки такие огоньки и по дороге и дети и взрослые обычно будет хором специальную песню и вот мы тоже поучаствовали в таком празднике там еще духовые оркестры играют очень много деток участвует и вот в конце праздника по пригласительным билетам нам выдали кулек со сладостями также там были фрукты такая булочка в форме человечка и проводят это так вот вечером когда стемнеет чтобы можно было увидеть как эти фонарики горят не совсем чистое стекло у нас в автобусе ну так в принципе картинкой видна ясно и еще хотелось озвучить какой момент мне некоторые знакомые спрашивают вот так с придыханием как вам там как он живется вот мы когда были когда путешествовали как там хорошо но это вот не только германии касается вообще европы я отвечаю что это разные такие абсолютно подходы туристические и обычная повседневная жизнь когда вы едете что-то посмотреть какие-то красивые места вы несомненно выбираете какую-то погоду когда они холодные не дожди вы поселяетесь в гостинице вы ходите по всем красивым известным туристическим местам вы в отпуске у вас приподнятое настроение такие же туристы вас окружают которые тоже вот в таком предвкушении увидеть и получить какие-то эмоции но существует и повседневная жизнь людей которые живут вот в разных уголках это не обязательно центр это могут быть и окраины это и разная погода и по-разному что-то тебя может окружать вокруг то есть я сама пока в это погрузилась то я вот поняла что это абсолютно две разные вещи их не нужно путать не нужно смешивать между собой и и конечно прочувствовать вот жизнь невозможно если ты турист нужно пожить здесь вот довольно такой вот это больше срок тогда ты и больше замечаешь вокруг себя это уже погружен в это все и конечно если вы куда-то хотите переехать нужно учесть множество факторов элементарно как я уже говорила транспорт и общение потому что через время она вам будет необходимо чем вы можете себя занять там если вы даже по работе кроме работы если вы живете в таких городках или деревнях как можете быстро вы добраться до какой-то нужной вам локации мы имеющиеся магазины поблизости что вы будете делать свободное время то есть когда ты едешь на отдых это вот такие вопросы у тебя они вообще не возникают у тебя возникают другие ну и конечно вот по разговорам когда ты с кем-то общаешься все хотят конечно более таких больших и оживленных городах жить не имею ввиду не коренные жители а вот те кто приезжают при том что вы уже видели городки очень не милые такие ухоженные уютные атмосферные на площади ставят вот в рождественские праздники елку наряженную хорошие дороги красивые дома ну и иногда не всем этого бывает достаточно так у нас чуть-чуть грязное окно стекло в автобусе но у выхода у нас нет приходится смотреть через такое погода здесь довольно дождливой видите на полях собираются такие скопления воды и в них плавают гуси утки кстати пока я проезжала на полях довольно часто встречались такие стаи уток так вот еще в этом видео покажу вам какая разная бывает погода снег выпал потом буквально один день а прошлой зимой мама говорит что снега вообще не было максим даже успел слепить снежную бабу такой небольшой калейдоскоп из сюжетов вы посмотрите в этом видео вот мы это выезжаем на автобан между городками то опять въезжаем города такие эти маленькие городки еще хотела бы рассказать вам про один комментарий который вы мне написали он звучал так вы могли бы побывать в юнсдорфе я там прожила пять лет и надеюсь не одна из ваших подписчиков жду это бывшие военные городки я уже рассказывала в предыдущих видео что к нам даже в школу приходили ребята родители которых служили за рубежом и в частности в германии мы тогда на них смотрели вот он столько прожил в германии вот они жили в таких городках последние войска ушли из германии в 1994 году вот этот на городок про который просили снять он находится под берлином но это так вот довольно далеко от нас что сейчас там на этом месте это комплекс созданий бывшего гарнизона западной группы войск под берлином он обнесенный забором обесточен и отключен от отопления туристов пускают сюда по предварительной записи посещение стоит 15 евро с человека заброшенные здания военного городка уже облюбовали фотографы и кинокомпании вот все так довольно живописно выглядит в кавычках то пустевшие такие места театр бассейн бывший дом офицеров возле него возвышается памятник и ленину и кругом не души там здесь тоже так интересно деревья залитой водой или река разлилась или деревья вот прям там выросли непонятно и вернемся к нашему городу винсдорфу начале 90-х с местного вокзала каждый день уходил прямой поезд в москву а вот сегодня только пустая электричка каждые полчаса в берлин винсдорф был штаб-квартирой западной группы войск здесь размещалось до 50 тысяч солдат офицеров и членов их семей гражданам гдр доступ в город был закрыт город бывший советский такой гарнизон можете писать свои мысли и комментарии сейчас везде где заходишь это декоративные новогодние рождественские украшения декорации кафе а здесь такая инсталляция пряничного домика пряничный домик фигурка печеньки по 150 грамм 3 евро почти шоколаде 3.50 декоративных агентства гостей по сути кафе по сути по сути по сути по сути по сути Вот и снег, и зелень Рапс зеленеет И желтые цветочки Приехали сюда летом Здесь росла высокая кукуруза Так, прошла осень И сейчас уже зима Сегодня у нас 4 декабря И ночью выпал снег Все припорошило Максимка даже успел слепить снеговика Вернее снежную бабу Сейчас нас пригласили в гости Пойдем Проведаем знакомых Правда, нас пригласили еще вчера Вчера было воскресенье, но они приехали С Парижа Всю ночь ехали, поэтому очень устали И перенесли на сегодня Не подходит? Знаю, что это зимой Словно в сказочном сне Отвернулись в наш лес Дубовую рощу Вернее, уже листики сбросили деревья Гуляем под дождем С зонтиком Сорвали инжир У нас дерево У нас рыжий забор уже А здесь зеленый То есть вот это растение Оно не сбрасывает листву Не желтеет У нас на 16 станции фонтанов в монастыре Очень много этих кустов высажено Но они вообще не кусты, а деревья Просто их так подстригают Вот здесь лето Такой забор, как пожар Рыжий Хотела показать, что настолько Много дождей выпадает Что вот летом здесь росла кукуруза И вообще не было вот этих Водоемов, озер, рек В общем, этой воды А сейчас даже поле не может впитать Вот всю эту излишнюю влагу Так что Это не единственное поле На котором так вот лежит вода Здесь тоже Водичка Но она потом уходит Просто было очень много осадков И выпало Сегодня забирают органические отходы Это такие мусорные баки С коричневой крышкой Вот видно, что у нас полный бак Листьев Собирали Убирали Эти цветочки мы принесли И прямо оставили здесь В вазончиках Пока не минусовая температура Они здесь стоят И может быть потом их заберу в дом Постоянно влажность Или туман, или дожди У них такой естественный полив Новогодние украшения Аксессуары Субтитры Продолжение следует... 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 Продолжение следует...